Всем добра! С вами добрый Данил. И, вы знаете, мне тут сказали на выставке кукол, то, что звук у меня на любителя. И это самое мягкое выражение, что я могу подобрать к тому, что мне сказали. Я подумал, а ведь есть в этом рациональное звено. Как решать? Чтоб вы поняли всю дилемму, скажем так, о решении этих вопросов. Ну, первое, естественно, банальные петличные микрофоны. Их у меня достаточно много. Второе, банальное решение, соответственно, переходники под петличные микрофоны, всевозможные, тоже есть. Следующее, Bluetooth микрофон. Есть аналоговый микрофон, который подключается к кабелям, там, за 2000 рублей, который я Жене Иванову отдал, потому что ему нужно определенного вида питания. Я даже попробовал в караоке микрофон. Направленный микрофон. Переходники для экшн-камеры. И, как бы, это такой маленький набор того, что у меня есть по микрофонам. В чем беда? Да беда, блин, нет универсальности. То есть, до этого я постоянно гонял с этой вещью. Она пишет направленный звук, но, как бы сказать, направленный звук, он не всегда идеальный. Разобрались с ним. Петличный микрофон. Все классно, все хорошо. Надо крепить его на человека, либо бегать со шнуром. Шнур не особо большой. А если шнур очень большой, то возможны помехи. Переходники вообще делают еще больше шумов. Я не знаю, зачем кому в 2018 году караоке микрофон, он просто не работает. Знаете, почему он не работает? Достаточно просто. Потому что здесь разъем моно. Думал, блютуз микрофон меня спасет. Тоже не спасает. Радиосвязь на микрофоне, казалось бы, блютуз, очень плохая. К чему я вас подвожу? К тому, что безысходно мне нужно было брать профессиональное решение. Вот и профессиональным решением стало Боя. Боя это фирма, которая делает достаточно большое количество микрофонов и аудиооборудований. В данной модели это Боя WM5. Что это вообще из себя представляет? Это устройство, которое позволяет по радио передавать звук. Причем, как заявляет производитель, и как мы отчасти проверили, это 50 метров. То есть, такой вот ресивер крепится с помощью башмака на камеру. Либо, соответственно, у меня есть рамка под телефон на эту рамку. А этот трансмиттер, он крепится на человека, с которого берется звук. Причем, к этому трансмиттеру уже можно подключить все и петлички, и большие какие-то микрофоны, направленные, не направленные. И просто студийный микрофон можно к этому делу подключить. Ну, для того, чтобы мы как НТВшники, или как УРТшники, или ребята из других телеканалов, могли спокойно поставить микрофон на стол, и спикер в него вещал. А также мы могли просто, чтобы наш ведущий ходил, может быть я, может быть еще кто-то, ходил, перемещался и, соответственно, делал звуковой качественный контент. Но моя радость была бы неполной, если бы у этого трансмиттера не было еще дополнительных деталей. Сейчас я вам немножко расскажу. Вообще комплектация. То есть два трансмиттера, микрофон, переходник на камеру, 2.1, 2.1. Вы спросите, блин, Данил, ну 2.1, 2.1, в принципе, и чего нам эта информация дает? Да вот, что вам эта информация дает, потому что 2.1 на камеру используется, то есть на фотоаппараты, либо напрямую к микрофонному выходу. А если у вас телефон, Samsung, спасибо за 3.5 Jet, это очень упрощает задачу, то вам, соответственно, нужен переходничок. Например, вот такой. У вас 2.1, вставляется в разъем микрофона, и на выходе идет 3.1, который вы вставляете в телефон. Почему я говорю спасибо Samsung, скажете вы? И вы будете абсолютно правы, задав такой вопрос. Ты что, с ума сошел? А я вам докажу. Вот смотрите. Для того, чтобы в iPhone все это дело воткнуть, вам нужен будет еще один переходник. Итого у вас получается место контакта 1, место контакта 2 и место контакта 3. И потенциально, если на каком-то из этих мест контакта будет не так все ровно, и так все гладко, будет шуметь. А представьте себе, у вас в 3 раза больше шума может появиться. Это вообще ужасно. Ну так вот, соответственно, у нас получается 2-диновая вещь. Боремся мы с этим переходниками. Следующая штука, это у нас наушнички. Вот у нас 2 наушничка. Один, соответственно, с микрофоном, другой просто наушник. Получается у нас следующим образом. С микрофоном он вставляется оператору в гнездо микрофон-наушник. Соответственно, просто микрофон вставляется в просто микрофон у товарища, кто у нас в кадре. И просто наушник вставляется в гнездо просто наушник. А вот эта вся конструкция, она вставляется в линейный выход звука. И уже напрямую может подключаться к телефону. То есть, допустим, вот это выход на USB-C. Если вам не нужно USB-C, просто на 3-диновый переходничок. Прямо в телефон. И с телефона пишите уже. Это вообще классно. Теперь зачем наушники? Вам оператор может сказать с помощью наушника с микрофоном. Данил, ты идешь не туда. Иди туда. И я в наушничке буду слышать, что да, я действительно иду не туда. Вы не представляете, насколько это божественное какое-то ощущение. Особенно, когда оператор находится, представьте себе, там метрах в 20. Я вот, допустим, в ауре. На третьем этаже оператор снимает меня, как я хожу на первом этаже. И я его слышу, ему не надо кричать. Вот это очень классная вещь. Давайте немножко пробежимся вообще по инструкции, по спецификации. Мы, в принципе, с вами разобрали вообще, что эта штука может сделать. Конечно, многие из вас сразу же просят, а вот эту вещь зачем? А это у нас шумодав. То есть здесь есть положение OFF, ON, шумодав. То же самое у нас, соответственно, присутствует на ресивере. Очень легко это включается. Включаем ON, ON, все работает. Пока с радиочастотными сигналами я не смотрел, проблем не возникало у меня при текущей работе. Посмотрим. Может быть, в каких-то очень радиоместах будет работать совершенно по-другому. Как я уже сказал, это 50 метров, соответственно, у нас вообще дальность всего этого действия. Давайте пробежимся по основным характеристикам. Это частотный диапазон передачи 2,4 ГГц. Похоже на Wi-Fi, да? Частотный диапазон звуковой от 35 ГГц до 14 кГц плюс-минус 3 дБ. Сигнал шума 76 дБ или более. Искажение 0,1 или меньше. Уровень RF выхода 5 микровольт, наверное, МВ. Уровень выхода наушников 32 сопротивления в ОМО 65 микровольт. Чувствительность приемника минус 85 дБ плюс-минус 3 дБ. Разъем аудиовыхода 3,5 дБ. Дальность работы 50 метров. Соответственно, напряжение питания 2 батарейки мизинчикового размера ААА. Ну и вот, соответственно, у нас получается такая комплектация. Понятное дело, радиочастотникам и радиофизикам будет больше понятно это дело. Но я вам по факту скажу, что присутствует достаточно неплохое шумом подавление. Особенно, если вы мохнаточку прицепите на микрофончик. То есть, понятное дело, что у нас есть, скажем так, кожучек, кожух некий. Но мохнаточка это вот, соответственно, с длинным борсом. Я вот думаю ее заказать. Правда, думаю, что за такую маленькую мохнаточку 30 рублей, может быть, мне будет жалко. Но поживем, увидим. Все-таки возьмем. По итогу, где я это брал? Брал прямо в Ярославле. Прямо в этот же день. Прямо приспечен мне. Брал за 6000 рублей. Можно было взять примерно на 1000 рублей дешевле. Но заплатить еще 500 рублей за доставку. И все дождаться через 10 дней. Я сказал, нет, хватит это терпеть. Хочу прямо сейчас. Пофиг на 500 рублей. Соответственно, сходил в магазин прямо и, соответственно, там же и взял его. У китайцев это добро можно тоже где-то на 1000 рублей дешевле. Ну и только доставка будет уже не 10 дней, а где-то все торить 45 дней. Но 1000 рублей вы сможете спокойненько сэкономить. Более дешевая модель действительно есть. Есть, соответственно, Боя ВМ-4. Она будет где-то стоить на 1000, на 1500 дешевле. Но у нее нет функции обратной связи. Я брал, соответственно, из-за нее. Есть еще много интересных ресиверов. Особенно прикольный многоканальный ресивер. Но я брал чисто из-за функции обратной связи. Думаю, ну плюс-минус там 3-4% качества звука. Ну, некоторые говорят, все спорят, у кого что лучше. Мне не сильно принципиально. Мне вот принципиально, чтобы делать какие-то эпичные, прикольные кадры с залогом на будущее. Все-таки я не профессиональный оператор. Ну, надеюсь, вам было это интересно. Надеюсь, чем-то я вам помог. С вами был добрый Данил. Мы делали обзор на Боя ВМ-5. Всем добра!